В этом кабинете Антон Сергеевич Карасев проработал 9 лет. Гарнизон он возглавил в самые трудные времена. В его подчинении находилось почти 200 человек и три пожарно-спасательные части. В боевую одежду облачается руководитель в последний раз. За 25 лет службы в пожарной охране он впервые одевает ее не спеша. Ведь выезжать на очередное возгорание ему уже не придется. Сегодня Антона Сергеевича провожают на заслуженный отдых. Звучит музыка Церемония проводов прошла в лучших традициях пожарных. Новоиспеченного пенсионера обильно облили водой из пожарных стволов, подвиск, сирен и бурные аплодисменты. Этот ритуал означает символичное смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы. Антон Сергеевич, как говорят коллеги, никогда не отсиживался в кабинете. Наравне со своими боевыми товарищами выезжал на пожары, тушил возгорание и спасал людей до последнего дня службы. У нас горела трава года два назад и три населенных пункта, они могли сгореть. И человек, взяв на себя ответственность, поднял ранг пожара, также принимал тушение и очень сильно даже там немного попортил свое здоровье, скажем так. Как бы, есть же руководитель, а есть начальник, вот это руководитель, который идет впереди и несет, и тащит с собой еще своих подчиненных, своих сотрудников за собой. Очень хороший человек, позитивный, всегда выручал. Огромное спасибо. Спасибо за службу. Антон Карасев ни разу не пожалел, что его судьба переплетена с пожарной охраной. Свой первый караул он заступил после службы в армии в 99-м году. Поднимался по карьерной лестнице с самых низов и не понаслышке знает, что эта профессия подразумевает опасность, командную работу и постоянное обучение. Здесь у всех одна душа, то есть застряна на тушение пожаров. Люди любят свою работу. Все приезжаем, дружно работаем. Взаимовыручка, взаимопомощь – это, соответственно, тут без этого никак. Ну, работа очень серьезная, непростая, как кажется на первый взгляд. Просто пожара не бывает, каждый одинаковый. То есть каждый пожар – это индивидуал, его надо необходимо разбирать, учитывать те ошибки, которые допустили на этом пожаре. Ну и, соответственно, не допускать их уже в других случаях. Поэтому работа очень серьезная, очень важная и благородная. В знак признательности Антон Карасев, в свою очередь, отблагодарил телерадиокомпанию НТР за совместную плодотворную работу и подарил нам «Талисман». Вот этот маленький презент хотели передать именно в музей вашей компании, телерадиокомпании, которая нас освещала в средствах массовой информации. То есть за вот эту работу хотели немножко поблагодарить. И, соответственно, Александру Халину от всего нашего гарнизона огромное спасибо. Он на всех пожарах у нас был, на всех учениях, в общем, на всех мероприятиях, куда мы его приглашали. Он постоянно приезжал. Вот прошу передать это Александру. Хорошо. Так что спасибо вам за плодотворную работу. Кто придет на смену и возглавит пожарно-спасательный гарнизон Нижнекамска, пока держат в секрете. Уходя на заслуженный отдых, подполковник внутренней службы Антон Карасев пожелал своим коллегам сухих рукавов и чтобы каждый возвращался домой живым и здоровым. Вера Муратова, Александр Лихачев. Новости НДР. Редактор субтитров А.Семкин